Сэр Александр, а вам не кажется, что в столь чудесный осенний день стоило бы немного подышать свежим воздухом? Как вам будет угодно, леди Ксения, я лишь забочусь о вашем здоровье. Потому что помню, что недалее как в прошлый четверг вам не здоровилось. Ах, ваша забота столь трогательна. Кстати, каковы последние новости из Туманного Альбиона? Ох уж вас все докучает эти сплетни сытой знати. Так вот новости таковы, что невзирая на все трудности смутного времени, англичане смогли серьезно обновить свою конюшню лендровер. И что, скакуны могут серьезно отстать от конкурентов? Отстать точно не отстанут, но, по крайней мере, я уверен, будут даже лучше. Я сам лично объезжал этих скакунов и, пометуя и представляя вашу заинтересованность, подготовил письмо. Ой, извольте его зачитать, я вся во внимании. Как вам будет угодно, леди Ксения. Для того, чтобы совместить удивительное с непривычным, нужно оказаться в этой части Соединенного Королевства Великобритании. Здесь мужчины в редкий случай ходят в юбках. Откормленные стада будущей пряжи для твида и шерсти являются чистым зеркальным отражением небесных барашков, и даже коровы имеют столь опрятный внешний вид, что раз за разом хочется посмотреть на себя в отражении. Но даже это идет вразрез с привычным. Салонное зеркало слева, руль справа, и еще недавно самоубийцы двигались по встречке. Вот оно, много удивительного и непривычного в Шотландии, кроме одного, собственно, автомобиля. Готовя модельную линейку 2010 года, Land Rover не ставил перед собой задачу разработку популярных моделей с чистого листа. Discovery 3 в этом году уже стукнуло 5 лет, а в 2007 году он подвергался внешним обновлениям, и вновь ножи хирургов из дизайн-студии прошлись по нему, но на сей раз гораздо лучше. Эти ножи затронули не только внешность, но и органы салона, а также сердце. Такая операция потребовала, естественно, гораздо больше технических вложений, вследствие чего пациент обрел новый статус. Discovery 3 стал Discovery 4. С обновленной передней оптикой, бампером и решеткой радиатора Land Rover не стал совершеннее. Скорее он стал больше соответствовать корпоративному стилю люксовых Vogue Sport. Произошла ассимиляция, и брутальные черты жителя периферии сменила интеллигентные выражения горожанина. Но этот довесок солидности только на пользу. Визуально диско ощутимо претендует на более тугой кошелек. На самом деле, любую модель можно бесконечно долго обновлять и присваивать ей индекс по возрастанию. Ну, скажем, вот был Discovery 3, стал Discovery 4, Discovery 5. Если говорить о Discovery 4, то это оправдано. Хотя бы потому, что под капотом появилось два новых двигателя. Это может быть либо шестицилиндровый трехлитровый турбодизель, либо восьмицилиндровый пятилитровый бензиновый мотор. На безнадувном 375-сильном V8 мне поездить не довелось. Да и, собственно, ни к чему это. Основные продажи Discovery 3 в России пришлись на дизельную модификацию. И я не вижу особенных причин, чтобы эта тенденция изменилась с приходом четвертого Land Rover. К тому же, ездить на модификации TDI стало в разы приятнее. Двигатель теперь заметно тише, а реакции на педаль газа откровенно энергичнее. Как-никак против прежних 190 лошадей силовая отдача нового мотора составляет 245 сил. Прирост потенциала незамедлительно сказался на динамике автомобиля. Discovery 4 не только хорошо принимает с места, но и демонстрирует неплохое ускорение с ходу. Нет сомнений, что владельцы Discovery в первую очередь, а может быть и не в первую, но уважают эту модель за неподражаемую английскую харизму, выносливость и внедорожные характеристики. Но я также вполне допускаю, что многим интерьер мог казаться скучным, кстати, чего не могу сказать о себе. Так вот, теперь в Discovery 4 премиальный лоск по кругу. Помимо деревянных вставок, много металла, много достаточно металла. Изменились все органы управления, а верхняя часть панели, как, например, в этой комплектации, может быть пошита кожей. И сложно теперь представить человека, у которого повернется язык назвать внутренний мир Discovery 4 серым, скучным и неинтересным. Сейчас будут участки бездорожья, но я больше чем уверен, нового для меня чего-то Discovery 4 не откроет. Я слишком хорошо знаю возможности этого автомобиля. Другое дело, что изменились характеристики мотора и тяговые усилия. Упрекнуть в отсутствии воли к победам 2.7, с которым по-прежнему будет продаваться новый Land Rover, нельзя. Скорее, возросшие характеристики делают этот автомобиль еще более приспособленным к асфальту. И это при том, что он должен оставаться отменным проходимцем на бездорожье. Прямо скажу, окунуться в грязь по уши мне не удалось. Шотландия встретила хорошей погодой и отсутствием серьезных грязевых купелей. Поэтому места, где мне довелось найти максимум местной жижи, это просто легкая прогулка для Discovery. В итоге я не без сожаления вновь выбрался на твердую поверхность. Обновленный салон Discovery реально радует глаз. Все элементы, в особенности передняя панель, настолько органичны и современны, что у меня складывается впечатление, будто я не за рулем трудяги Discovery, а солидного премиального автомобиля. Нельзя сказать, что англичане сделали большую революцию. Скорее, они сделали малую, но весьма продуктивную. Дело в том, что ген неувидающей концепции многопрофильного внедорожника был изначально заложен в Discovery 3. А на определенном этапе этот код требовался лишь модифицировать хорошей дозой технологического допинга. И теперь с новым диском можно с учетверенной энергетикой отжигать на любом покрытии. Леди, позвольте поинтересоваться, вам понравился светский раут во Франкфурте, где мы имели честь ознакомиться с новинками мировой автомобильной промышленности? О да, однако автомобильный балл в Женеве мне лично больше по душе. Германский он слишком хаотичный, знаете ли, ножки устают. Нужно обязательно отписать всем знакомым о том великолепии, которое мы там видели. Непременно, сэр, но чтобы ничего не упустить в тех письмах, давайте вспомним, что же там было. Представляешь, в конце этого месяца мне предстоит на обновленной линейке коммерческих автомобилей Volkswagen T5 поездить в Риме. В общем-то, я тебе желаю удачи, потому что проехать на этом достаточно крупном автомобиле по небольшим улочкам Рима – это серьезная заявка. Знаешь, я поеду в Ватикан к папе, там большая площадь широкая. Тем не менее, я тебе желаю удачи. Удача мне, конечно, не помешает, тем более я уверен, что за рулем цельнометаллического транспортера ездить в Италии мне не придется. Ну а здесь, во Франкфурте, знаменитая линейка многоцелевых грузопассажирских микроавтобусов представлена исключительно комфортными версиями мультивэна Калифорния. Высокомобильные идеи прежние, а вот угол подачи свежий. Новый корпоративный стиль оформления передней части и блоков задних фонарей. А еще начинка – это четыре новых экономичных турбодизеля, революционный семиступенчатый робот DSG и полный привод 4Motion с новой муфтой Haldez четвертого поколения. Легковое подразделение концерна Volkswagen дебютировало с электромобилем E-Up и представляющим наибольший интерес прототипам будущего гибридного автомобиля L1. Это диковинное творение весит всего лишь 380 килограммов, разгоняется до 160 километров в час и потребляет 1,49 литра бензина на 100 километров. Вопрос о том, сможем ли мы увидеть автомобили Volkswagen с подобной посадочной формулой, мы адресовали непосредственному исполнителю проекта L1. Мы верим, что они скоро появятся на дорогах общего пользования, а не только на автосалонах. У нас есть все технологии, которые мы готовы предложить. Теперь все зависит от клиента и, конечно, готовности рынка. Родственный W Stand Audi уже традиционно пестрит полной модельной линейкой. Начав продвижение вглубь, первое и необычное, на что натыкаешься – пятидверное купе S5 Sportback. Движет это экзотикой трехлитровый V6 с механическим компрессором мощностью 333 лошадиных сил. Чуть дальше и выше – безголовый дебютант Audi R8 Spider. Кто бы мог подумать, но па маркетологов и повиновения дизайнера предрекли судьбу его скорлупы. Осталось выяснить, легко ли далась роль имиджевого палача. Основной проблемой было сохранить автомобиль по боковой линии кузова низким, для того, чтобы посадка водителя была достаточно высокой. Чтобы ощущать свободу, а не быть утопленным внутри салона. Другой технологический вызов – это, конечно, компактно поместить крышу в задней части автомобиля, где находится двигатель. То, что это удалось, уже очевидно, но вопрос дизайна спорный. Чего нельзя сказать о премьерной Skoda Superb Combi? Корма эклектичного седан-лифтбека у меня до сих пор не вызывает чувства привыкания. Зато этот полноценный прирост филейной части необычно правильно сгладил некоторую дисгармонию. Более того, по размеру высвобождаемых площадей Superb Combi теперь фаворит. А для продаж на западноевропейском рынке это очень значимый показатель. Элегантность нового Superb Combi связана с его функциональностью. И этот автомобиль уникален по своей просторности. Более того, я уверен в том, что он будет принят покупателями. Ну и как ты думаешь, я буду смотреться, ну вот я буду смотреться за рулем уже серийного Peugeot RCZ? Давай лучше тебе оставим семейный 5008, а этот оставь мне. Не, я так не согласен. Ну давай разберемся позже. В принципе и разбираться нечего. Я знаю, что в дебютирующем компакт-вене 5008 мне будет гораздо комфортней. Как-никак 7 мест и масса технологических изысканий. Более того, неподражаемый французский шарм. Однако голова невольно поворачивается в сторону львенка-дьяволенка RCZ. Он атлетичен, эгоистичен и, как нам кажется, с большой претензией на тугой кошелек. Мы отдаем себе отчет в том, что спрос на нишевые автомобили, невзирая на кризис, все же есть. И если говорить об этом купе, то оно не будет стоить безумных 100 тысяч евро. Средняя цена на него в зависимости от рынка составит около 30 тысяч. И сегодня на рынке это факт. Присутствует огромный спрос на такого рода автомобили. Эксклюзивные, но и в то же время доступные. Подобного, например, нельзя сказать об английском Land Rover. Этот аристократичный премиальный сегмент эксклюзивен и в то же время доступен не каждому. И хотя на стенде нет громких премьер, недавно обновленный модельный ряд все равно к себе привлекает внимание. В плане дизайна Range Rover не подвергся значительным изменениям. Наши покупатели их и не особо ждут. Они желают видеть наши автомобили еще более премиальными. Если говорить о вашем знаменитом концепте LRX, представленном в 2008 году, то каково его будущее? Концепт LRX отвечает на 100% нашей нынешней дизайнерской стратегии. Она основана на нескольких ключевых принципах, среди которых функциональность, премиальность, желаемость. Главная цель, которую мы поставили перед собой, работая на LRX, заключается в том, чтобы серийный вариант выглядел точно так же, как и концепт. Ксения, тебе не кажется странным, что новый инкрузор Prado просто так и сходит на данный Google стенд? Совершенно верно. Просто я нахожу этому только одно объяснение. Он своей прожорливостью, неэкономичностью просто не вписывается в зеленые рамки стенда. Основа экспозиции представляет россыпь экологических новинок. Например, AORIS – это первый пример оснащения гибридным приводом автомобиля из существующего модельного ряда. Следом – мировая премьера гибридного электромобиля Prius Plug-in Hybrid с возможностью подзарядки от внешней электрической сети и презентация эксклюзивных образцов автомобилей Toyota IQ. Так что мало удивительного в том, что Land Cruiser Prado 150-й серии отвели место за углом. Mazda – это вторая по счету во Франкфурте компания из страны восходящего солнца, которая не обошла своим вниманием этот крупный автосалон. Чего нельзя сказать о Nissan, Honda и Mitsubishi, которых здесь нет. Традиционного футуристичного концепта, коими Mazda привыкла баловать, я не нашла. Зато увидела MX-5 Superlite, который породил естественные вопросы. Какая основная идея заложена в этом автомобиле? В общем-то, этот концепт приурочен к 20-летию первого роста MX-5, чтобы показать, что могло получиться, если бы мы пошли до конца. Планируется ли вывод на рынок всех концептов, которые были показаны ранее? Разумеется, просто выводить на рынок серийную модель занимает больше времени, нежели подготовка концепта. На это тратится около года. Но в ближайшем будущем вы сможете увидеть некоторые из них в серии. Казалось бы, еще недавно BMW в 60-м кузове была венцом дизайнерской кисти. И эта же кисть со временем вывела новую формулу, что нет ничего более лучшего, чем то, что ни у кого в ближайшее время не появится. Так родился на свет X6, а следом сутулый GT 5-й серии. Собственно, вот он. Правда, X-овая шестерка вновь с инновацией в обоими. Она на серый раз обзавелась электромотором, равно как и представительская семерка. Последний и самый маленький в семействе X отнюдь не засекреченный вариант, а полноценный мировой дебютант Франкфурта на Майне. Глядя на эти бесподобные концептуальные разработки в угоду экологии, меня, признаюсь, все больше и больше пугает наше теперь уже какое-то туманное автомобильное будущее. Ну это же так здорово, вставил розетку, подзарядился и поехал дальше. Но в данный момент, на самом деле, не стоит застрять слишком уж большое внимание на этих электрокарах, а лучше перейти к более серьезному, а именно к СЛС. С этим купе Мерседес выстрелил как из пушки. Перед нами не что иное, как суперкары с середины прошлого столетия под индексом 300 SL Galwing. Галвинг, что переводится как крыло чайки. Правда, это чистая эклектика прошлого и настоящего. Более того, это версия от придворного отелья АМГ, которая сняла с мотора объемом 6,2 в 571 лошадиную силу. С таким потенциалом новый спорткар стреляет до сотни за 3,8 секунды. Леди Ксения, каким вы находите этот шедевр английских автомобильных мастеров? По душе ли он вам? Сэр Александрович, ну вы же знаете мое почтение ко всему возвышенному. Однако, возможно ли на нем прохватить с ветерком? Право, леди, вы искушаете меня совершить глупость, ибо подобным автомобилям королевских кровей не стоит поднимать пыль с толубовых дорог. Тогда позвольте в красках поведать об очередном этапе гонок Мазда Челлендж. Я стараюсь не пропускать ни один из них. Газпол, тормоз, резкий руль влево, давай-давай, выходи уже. Ой, извините, увлекся, наблюдая за очередным этапом зум-зум челлендж в Тюмени. Пожалуй, тут собрались самые азартные участники масштабных соревнований, организованных японской компанией. В этот раз большим гонкам содействует не только хорошая погода и отлично проложенная трасса, но и огромное количество желающих почувствовать себя в роли профессионального бойщика. Порядка 200 человек сражаются за звание самого лучшего маздовода Тюмени, который отправится отстаивать честь своего города на подмосковную трассу Мячково. Присутствуя на очередном этапе зум-зум челленджа, наблюдая за тем, как участники борются за первое место, невольно хочется самому на трассе, которую подготовили гонщики и инструктора спортивной школы Мазды, попробовать новую трешку в действии. Только за рулем начинаешь понимать запрет организаторов на отключение системы стабилизации. Крутые повороты вкупе с узкими туннелями, выстроенными из конусов, совершенно не дают возможности пожечь резину и пройти вираж за носом, ведь за каждый сбитый конус прибавляют 2 секунды. Крайне аккуратным надо быть и в конце дистанции, где предстоит преодолеть лосиный тест и четко зафиксировать автомобиль на финишной линии. Для начала надо начинать с правильной посадки в автомобиль, в том числе правильно держать руки на руле. Зачастую люди ездят в расстрябленном состоянии, одна рука на руле, другая на подлокотнике. Начинать надо с правильной посадки, затем с правильного руления и все получится. Да, ему легко говорить, а тут попробуй за две попытки разберись, какой стиль вождения подходит лучше всего. Практически все участники не только не имеют опыта спортивного вождения, но и впервые за рулем новой Мазда 3. Правильно управлять автомобилем – это достаточно скупое руление. Люди, приезжая сюда, пытаются ездить, как в городе, это вот основная ошибка. То есть они сильно перекручивают руль буквально от начала оборота до конца. И, естественно, машина плужит передней частью и не попадает в повороты. Это вот основная ошибка. То есть на этой трассе надо ехать не просто быстро, но еще аккуратно. Иначе не будет результата. Но, несмотря на ошибки, все участники показывали практически одинаковое время. Плюс-минус полторы-две секунды. Борьба, что называется, шла ноздря в ноздрю. Или в данном случае бампер в бампер. Ну, как показывает практика, дело не в лошадиных силах, а в мастерстве вождения. Правда, Пересвет? Зумзумчеллендж прощается с вами до следующего этапа. Ну что, как говорится, маски снимем, интригу нужно растворить. Да уж, естественно, потому что этот Rolls-Royce Silver Cloud 3 мало кого может оставить равнодушным. Несомненно. А в качестве дежестива мы приготовили с Ксенией еще один сюрприз. В далеком 1955 году, когда англичане запускали в серию Rolls-Royce Silver Cloud 1, они, естественно, не могли знать, какой смысл в будущем обретет название этой серии. Ведь серебряное облако, по сути, настоящий фантом на современных дорогах. Вот только ценность драгметалла в имени немного смазывает высокую рыночную стоимость. Данный образец стал третьим и последним поколением династии парящих над землей. С конвейера на обетованную он спустился в 1962 году, и лишь история данного экземпляра столь же туманна, как и сам Альбион. Зато годы его потрепали не сильно, ибо владельцы подобной роскоши на работу каждый день не ездили. Поэтому под капотом бьется оригинальное сердце, и биться при должном уходе, видимо, будет еще долго. Мотор стоит родной, Rolls-Royce, авиационный, рабочий объем 6300 кубических сантиметров, мощность 275 лошадей, с октановым числом бензина 100. О, это интересно. Где же вы такой бензин берете? Ну, на самом деле, сейчас соты нигде не возьмешь, поэтому приходится пользоваться 98-м и заливать спицеприсадки для топлива, повышения октанового числа. А сколько бак, емкость бака? Бак 95 литров. Это на сколько хватает, примерно? Ну, 250 километров точно. То есть, в принципе, если куда-то ехать на дальняк, надо с собой обязательно брать присадки, то есть в багажник что-то укладывать, да, естественно? Ну да, либо проще бензовод. Да, Rolls-Royce в те годы и сегодня удовольствие одинаково не дешевое. Но я продолжу. Могучий момент передается задним колесам посредством четырехступенчатого автомата. Причем с возможностью принудительного ограничения от переключения вверх трех первых передач. Исключительную плавность хода обеспечивает гидравлическая подвеска, легкость управления гидроусилителя руля, комфорт, жару, кондиционер, а дополняет неслабый пакет опций для той эпохи, электропривод четырех стекол. И даже технология обогрева заднего стекла посредством невидимой встроенной нити накаливания мало чем уступает современным импортным аналогам в лобовых стеклах. Одним словом, даже спустя 46 лет Rolls-Royce дает фору всему нашему легковому автопрому. А эта желтая экзотика – плод совместных трудов итальянского дизайн-бюро ГИА и ручной работы немецкого кузовного ателье «Кармен». В стремлении пробиться на американский рынок Volkswagen принимает решение создать имиджевый продукт. Платформой служит легендарный «Битл». Все остальное дело техники. За 19 лет купе не раз подвергается малагации. Растет литраж мотора и мощность. Модернизируясь коробки, лишь стилистика остается неизменной. Кстати, этот автомобиль выпущен в 1972 году. За два года до прекращения сборки данной модели. Оппозитный мотор, расположенный сзади, имеет объем 1,6 мощностью 55 лошадиных сил. Дополняет его полуавтоматическая трансмиссия. А какие-то динамические показатели можно озвучить вообще известны? По динамическим показателям трудно сказать. Но динамику можно представить при моторе 50 лошадиных сил полуавтоматической коробки. Динамика не спортивная далеко. Но когда создавался автомобиль, даже в рекламных роликах его не представляли, как чисто спортивный автомобиль, который будет тягаться с какими-то там автомобилями Морган, МГ, вот именно был такой автомобиль, который могли себе позволить люди за небольшие деньги, но с таким спортивным имиджем. Кстати, конец красивой истории. Карман Гея положил одноименный предок сегодняшнего Сирока. Дыхание южного ветра оказалось сильнее в течение времени. Сашенька, а теперь дай мне ключи. Я хочу прокатиться. Извольте, Лиди, не фамильярничать. Более того, я переживаю за целостность этой красоты. Так-так, вошел в роль. Во-первых, ты прекрасно знаешь, что я вожу автомобиль не хуже тебя. А во-вторых, все, бал окончен. И тем не менее, я попрошу вас, Лиди, хотя бы попрощаться со зрителем. Надоел. До следующей субботы. До свидания. Всего вам хорошего и удачи на дорогах. Так, я не поняла. Дай мне сейчас же ключи. Да не дай мне тебе ключи. Ну почему? А ты хотя бы знаешь, где я тебе дам, Карат? А он вообще здесь есть? Вот пробежка, лесо. Вот как ты будешь менять, лесо. А что ты помнишь? Я буду ремонтировать? Я не дам тебе ключи. Я тебе не дам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok